Дорогие братья и сестры, я благодарю Бога за то, что имею возможность быть вместе с вами в Доме молитвы. Знаете, у Давида есть очень сильные слова, он говорит, к святым и дивным твоим все желание мое. Я возрадовался, когда мне сказали, пойдем в Дом Божий. Так вот, сегодня особенно вот это состояние переживаешь, когда я сам из Макеевки, я буквально три недели тому назад выехал оттуда, какое-то время был в Мариуполе. И вот в воскресенье мы с моей женой приехали сюда к вам, здесь мой сын находится среди вас уже долгое время. Ну, вы, может быть, помните, я уже перед Новым годом был здесь. Тогда была совсем другая ситуация, там в Макеевке многое меняется. Если раньше мы могли выезжать за пределы Донецкой и Луганской области и получать помощь от вас в виде продуктов, и завозить, и кормить там людей, делать продуктовые пакеты, то сейчас возможность это закрыта. Буквально 22-го числа уже невозможно было, в январе месяце, невозможно было выехать за пределы Донецкой и Луганской области. Ну, а помощь, которую мы получили от вас, слава Богу, получили в виде финансов. И используем эти средства там на месте, уже готовим, горячие обеды кормим. Ну, если есть возможность, там закупаем какие-то продукты, раздаем тоже тем людям, которые нуждаются в этом. Церкви находятся в таком состоянии, оно где-то и уныние, но вместе с тем стараются, работают. Вот, я со многими церквами там имел общение, это и Дом Евангелия, когда в Донецке едешь на вокзал, с левой стороны здание церковь Дом Евангелия баптистская, а с правой стороны католическая церковь. И вот совсем недавно туда попал снаряд, и пострадала и католическая церковь, ну и частично наша баптистская церковь тоже пострадала. Ну, а народ Божий все равно трудится. Застеклили это здание уже, вот, и продолжают служение там, продолжают раздавать и гуманитарную помощь там, одежду, и также продукты. Ну, и буквально неделю назад мне позвонил пастырь Владимир Вакулович Вельгус, он, кстати, тоже не так давно был здесь у вас, и рассказывает, что 12 человек с автоматами зашли, проверяли буквально все, все двери нужно было перед ними открыть, рассказать, что, где, откуда. Вот, говорит, настолько это неприятная процедура была, что, говорит, ну, просто у нас опустились руки. Перед этим приходил представитель новой власти по религиозным вопросам и как бы гарантировал, все спокойно, продолжайте, делайте. Мы уважаем, вот, верующих и уважаем ваш выбор поклонений Богу, никто вас не тронет, ну, а здесь вот такое. 12 человек и говорят, где вы взяли деньги на строительство дома молитвы? Вот, вот с ваших, с этих, большое, высокое здание, вот с этих точек, снайперы сидят и обстреливают там наши войска, вот, ну, что только не говорили, унизительное, оскорбительное, обидное, среди них были и чеченцы, ну, и увидели там, квадроцикл стоял, это зять пастора уехал в Россию, а этот квадроцикл поставил там в гараже, говорят, где документы на этот транспорт? Ну, а колледж говорит, ну, нет, они не со мной, там, зять уехал, ну, говорит, значит, мы его забираем. Уже зацепили, начали вытаскивать, ну, хорошо, что подъехал, он позвонил этому человеку по религиозным вопросам, ну, и приехали, как-то уладили, говорит, что, ладно, мы оставляем, вот, ты приготовил документы на этот транспорт. Ну, что еще, в Мариуполе, когда был обстрел, вы, наверное, слышали все это в информации, пострадал известный поэт наш Александр Савченко, вот, тоже у него вылетели стекла, он как раз живет на этой восточной части Мариуполя, вот, ну, тоже уже помогли ему, все наладили, вот, болеет очень серьезно Александр Петрович в последнее время, вот, ну, что еще рассказать? В общем, нелегко. Опять я хочу вернуться к тому, что к Твоим святым и дивным все желание мое. Вот этой церкви, Дом Евангелия, там большая группа верующих, у которых разрушены дома, они живут там в подвале вместе с пастором и постоянно занимаются этими добрыми делами, делают дело Божие. Ну, а теперь к Слову Господнюю, которое является утешением нашим, и мы с вами собираемся здесь для того, чтобы услышать, что скажет Господь. 12 глава Евангелия Луки, и здесь вся глава насыщена тем, что я хотел бы на основании этой главы говорить о желании боящихся, которые исполняет Господь. Здесь открытое желание самого Иисуса Христа, 50 стих, 12 глава написано, «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся? Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится?» Вот это желание Иисус Христос выразил, находясь там в Иерусалиме, и если вот рассматривать эту главу, посмотрите, кто его слушал. Первый стих говорит, «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерия». Знаете, кто был в Израиле, сейчас исторически показывает, вот это место, где принимал крещение Господь наш Иисус Христос, хотя здесь больше говорится уже о крещении, наверное, огненном, о котором Библия раскрывает нам эту тему, это важное, процесс христианина, который должен пройти. Так вот, Иисус в этой же главе говорит, «Посмотрите на воронов, посмотрите на лилии». 27 стих, 24 стих. И он раскрывает, почему обеспечены особенно и вороны, и эти лилии. Знаете, если бы мы чаще обращали с вами внимание, вот на это то, что обратил внимание во время Иисус Христос, может быть, находясь на реке Иордания, может быть, во время крещения. Я не знаю, здесь не написано, но Иисус подчеркивает, посмотрите на птиц. Они не сеют, не жнут, но вороны в данном случае, мы с вами знаем, живут 300 лет, хотя питаются различной такой пищей, отходами, а живут 300 лет. И Бог обращает внимание на то, что сколько вы лучше этих птиц. не заботьтесь. Настраивает нас на то, чтобы больше доверяли нашему Господу, больше свои желания открывали пред Ним. И таким образом он говорит, я позабочусь о вас. 300 лет и питается всякой разной пищей, но мы с вами намного меньше живем, хотя очень изысканно любим пищу. Или, например, он говорит, посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядуть. Но говорю, что и сам Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякое из них. И желание кушать, и желание одеваться. Это все настолько свойственно нам с вами, что, в принципе, очень многие живут, учитывая небольшую там пенсию или зарплату, все деньги тратятся именно в этих двух направлениях. Но мы говорим больше. Мы имеем больше. Бог нас обогатил тем, что мы еще и приходим в дом молитвы. И обогащаемся тем, что у веры в Господа нашего Иисуса Христа постоянно питаемся этой божественной благодатью, постоянно общаемся с нашим Господом. Знаете, много раз в Священном Писании, особенно вот из Икииля, там, 9 глава, четко написано о том, что «Когда вы приходите пред лице мое?» Написано о том, что «Я здесь приготовляю для вас знамения, и об этом же говорит Ивтаразаконий. Я уже приготовляю для вас свое знамение, слово свое, через которое мы открываем для себя, друзья мои, слышим здесь этот божественный голос и получаем эту божественную благодать. И, естественно, возникает у нас желание. И в этом ключе. Поклоняясь Господу, о чем-то мечтаем, что-то желаем получить от нашего Господа. И еще очень сильно Иисус сказал в 6 главе Евангелия от Матфея, Он здесь тоже открывает свое желание, присоединяет к этому и церковь, говорит, молитесь же так, и открывает нам вот эту красоту, которую Он уже приготовил для нас с вами, как на небе, так и на земле. Вот то, что Иисус видел там у Отца на небесах, Он приглашает всю церковь, всех верующих, уповающих на Него, молиться так на земле, чтобы вот это состояние, какое есть на небе, самое лучшее, самое драгоценное, самое то, что человеку написано, даже и на ум не приходило, вот это все прекрасное приготовил Господь для нас с вами. И действительно, духовно мы можем переживать эти моменты, когда человек кается, когда он сокрушается в своих грехах. В этот момент написано, ангелы на небесах радуются, торжествуют, потому что на земле происходит покаяние. И в этот момент каждый переживал это, я, допустим, больше 40 лет назад, как обратился к Богу, переживает вот это состояние необыкновенное удовлетворение, необыкновенное счастье приходит в твою душу, ты радуешься тому, что Бог снял с тебя твои согрешения, ты радуешься тому, что твое имя написано на небесах, ты радуешься тому, что Господь тебя пригласил вот в эту семью христиан. И то, что мы переживаем с вами, Иисус говорит, как на небе, так и на земле, да будет, да придет царствие твое, да будет воля твоя. И те, кто действительно искренне следует за нашим Господом, мы действительно переживаем вот это состояние. Помните, есть так написано, Он уже нас посадил на небесах. Передо мной брат, тоже Петро, и меня Петро зовут, говорил о том, что царствие Божие внутри вас, внутри вас. Как вместить это все? Когда Иисус говорит, молитесь, чтобы как на небе, так и на земле состоялась Его воля, чтобы пришло Его царствие. И в этой же 12 главе Он говорит, как я томлюсь, пока сие совершится. Как вы думаете, совершилось все то, что мечтал Иисус Христос, сделать на земле? Да или нет? Аминь. Он совершил, Он сделал, Он победу сделал над дьяволом, над грехом. Он все это совершил на земле, и когда на Голгофе был, уже распяли его, и Он произнес это слово. Совершилось. А теперь относительно желаний наших, которые возникают в нас, не только вокруг одежды, и пищи, о чем уже говорили, но еще написано в Псалом 144, желания боящихся Он исполняет, и вопл их слышит. Желания уверовавших, желания боящихся, желания тех, которые последовали за Ним. Какие они должны быть? Как мы можем правильно построить свои желания? Мы сейчас будем говорить об этом, но я думаю, что всем известная сказка о рыбаке и рыбке раскрывает нам вот два желания. Один просто ходил на рыбалку, пошел, и, как его называла эта бабушка, на посылках пошел и общался с этой рыбкой. Я не знаю, хорошее это желание ходить на рыбалку или нет, но в данном случае этот человек простой выполнял свое, увлекался тем, за что его трудно осуждать. Но когда бабушка узнала, находилась у разбитого корыта и узнала то, что у нее появилась возможность свои желания выполнять, чтобы выполнялись ее желания, она стала из крестьянки дворянкой, потом столбовой дворянкой, потом царица, потом захотела владеть самой рыбкой и, наконец, оказалась у этого опять разбитого корыта. Вот в этих образах рисуется, друзья мои, когда человек не имеет предела, не имеет закона, как строить свои желания. В соответствии он может попасть и быть похожим на эту бабушку у разбитого корыта. А теперь как правильно строить свои желания? Псалом 9, 38 написано, «Господь, Ты слышишь желания смиренных». 22-я притч, 4 стих, «За смирением следует страх Господен, богатство, слава и жизнь». И 36-й Псалом, 4 стих, «Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего». Когда мы читаем вот эти божественные уроки, как правильно строить свои желания, как сочетать их с волей нашего Господа, как руководствоваться этими божественными истинами, то особенно в Матфея 15, 28, Иисус Христос говорит этой женщине, говорит, «Велика вера твоя, да будет я по желанию твоему». У нее была жажда, у нее было желание об исцелении и самой себя. Господь пошел ей навстречу и говорит, «Да будет по желанию твоему». И в Филиппийском 4, 6 написано очень важное слово. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что лебезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Посмотрите, что подчеркивает здесь апостол Павел в своем послании к филиппийцам. «Открывайте свои желания пред Богом, и тогда Бог соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Он начнет работать над нами, когда мы будем делиться с Ним своими переживаниями, своими желаниями, открывать их пред Богом. А Он начнет работать над тем, как они должны состояться. Помните Даниила, который в Священном Писании называется «Муж желаний». И Бог управлял им. И когда он оказался во львином рве, как заговорил с ним этот тогда царь, который пришел и говорит, «Даниил, Бог мог ли сохранить тебя там от пасти львов?» А он говорит, «Да, конечно». Я представляю этот ответ. Когда царь услышал этот голос, он говорит, «Потому что я оказался пред Ним чист, да и пред тобой, царь, я не сделал преступления». Вот, оказывается, соблюдает Бог сердца наши и помышления нашего во Христе Иисусе, соблюдая нас до такой степени, что даже охраняет от опасностей, сохраняет от бед, руководит. Помните, Давид постоянно молился, «Води и управляй мною». Он задавал Богу вопросы, имея власть, царь, войска были у него, да. Говорит, «Иди ли? Догоню ли? Иди ли, Господи?» Спрашивал у Господа. Господь отвечал ему, «Иди, успеешь, догонишь, будешь благословен, да, и успешен». Вот, вспоминая эти герои веры, мы сегодня можем обратиться к Господу в нашей молитве, сочетая наши желания с Его волей. Это значит еще и со Священным Писанием, потому что Бог нам открывается через Священное Писание. Через это мы узнаем Его волю, и Он с молитвой, «Води и управляй мною, Господи!» Да будет благословенно Его святое имя. Аминь. Аминь.